Интеллектуальное повышение резкости Интеллектуальное повышение резкости – это термин, который профессионалы фотошопа используют для описания процесса, позволяющего повысить резкость краев, не затрагивая при этом шум, зернистость, фактуру кожи или части изображения не в фокусе. Для упражнений я выбрал весьма зашумленную картинку, особенно это заметно на небе. Создаем копию фонового слоя. Переходим на вкладку «Каналы» и выбираем канал с наибольшим контрастом изображения. Красный, зеленый, голубой. Так, зеленый или красный? Наверное, все же красный. Копию создаем так же, как слой перетаскиваем на иконку. Теперь выбираем команду «Фильтры», «Стилизация», «Поиск краев». Инвертируем этот канал. Можно нажать комбинацию клавиш «Контрол-И» или в меню «Изображение», «Инверсия». Выбираем команду «Фильтры», «Шум», «Медиана». И ставим значение «Радиус», равное 2. Окей. И тем самым мы подчеркнули краевые линии. Теперь снова выбираем «Фильтры», «Другие», «Максимум». И тоже ставим «Радиус», равный 2. И тем самым мы еще больше распределяем линии. Есть в этом какое-то шаманство. Что-то такое делается, и совершенно не виден результат. Приходится все принимать на веру. Ну что ж, выбираем еще раз команду «Фильтры», «Размытие», «Гауссовое размытие». И снова ставим значение 2. Почему 2? Ну, наверное, кто-то сидел и подбирал это значение. Можете поэкспериментировать с другим. Окей. Возвращаемся к композитному каналу на палитре. Можно так вот, как я сделал, кликнуть по этому каналу. А можно воспользоваться комбинацией клавиш «Контрол», «Тильда». Но, по-моему, мышью это гораздо проще. Загружаем маску канала. Воспользовавшись комбинацией клавиш «Контрол», «Альт», «Четыре». Еще одно таинство фотошопа. Потому что, чтобы сделать эту же операцию через меню, нужно действовать вот так. Отменяем последнюю операцию. Идем в «Выбор». «Загрузить выделение». А здесь найдем копию красного канала. Нажимаем «Ок». В данном случае, конечно, комбинации клавиш это гораздо быстрее. Еще раз напоминаю, что это «Контрол», «Альт», «Четыре». Загружаем маску канала. И последнее действие. Применяем фильтр «Нерезкая маска». И что интересно, обратите внимание. В этом упражнении мы работаем с каналами так, как обычно привыкли работать со слоями. «Нерезкая маска» фильтры. «Резкость», «Нерезкая маска». Значения примерно такие. 91, радиус где-то около единицы. Все, можно снять выделение. «Контрол», «Д». И смотрим, что у нас получилось. То, что было. И вот то, что стало. Можно заметить, что резкость увеличилась вот в этой части изображения. То есть зашумленное небо мы практически не затронули. Метод может показаться спорным. Но, как вы видите, он наиболее приемлем для повышения резкости на зернистых или зашумленных снимках. Чтобы убедиться в этом, сделаем снимок нашей работы. У меня тут один снимочек уже был. Это будет второй. Откатимся на исходную позицию. И применяем фильтр «Нерезкая маска» без всяких дополнительных действий. Вот что получилось. Вот это и то, что после наших длительных операций. Легко заметить, что в последнем случае цифровой шум вылез самым беспардонным образом. Что и требовалось доказать. Рассказанную здесь последовательность действий вы можете записать в виде экшен. И использовать в дальнейшем для автоматической обработки большого количества фотографий. Продолжение следует...